Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Периодами очень тяжело общаться с подругой. Она не любит вопросов, реагирует остро, поэтому прямо поговорить возможности нет. Ну, здесь чувствуется, что, во-первых, вы не принимаете подругу, вот, точнее, некоторые ее особенности. Вот, и вот вы говорите, что тяжело общаться с ней, тяжело вам. Эта тяжесть, она похожа на фрустрацию, то есть на невозможность достичь желаемого. От этого конфликты и обиды в моей душе усиливаются. Ну, давайте об этом немножечко подробнее попробуем сейчас. Поговорить, да. Конфликт всего всем, во-первых. А во-вторых, обида, как вы понимаете, что это обида? Ну, вообще. То есть, ну, окей, это обида у вас, да? Обида на что? Как должно быть? Ну, по вашему мнению, как должно быть, да? А что вы делаете для того, чтобы так было? Уверены ли вы, что подруга это вот тот человек, который может и хочет дать вам то, чего вы ждете. Потому что, ну, может же быть такая ситуация, что это просто не во власти подруги. Не в ее возможностях. Эмоционально я исключена. Ну, эмоциональная истощенность обычно проявляется тогда, когда человек пытается быть не тем, кем он есть. Когда человек отдает большее количество ресурсов, ему, естественно, в этом случае требуется, скажем так, подпитка. Подпитку человек не получает. Вот. Ну, по понятным причинам, да? Понятно, почему не получает подпитку человек. И, соответственно, возникает истощение. Это в данном случае так. Порой думаю просто пропасть и прекратить общение. Пишите, пишите вы. Но это очень напоминает манипуляцию. То есть, это очень напоминает такой вот способ привлечь внимание. То есть, я вот сейчас пропаду, да? И подруга обо мне вспомнит, поймет, кого потерял. Честно говоря, эта манипуляция очень деструктивно может, на мой взгляд, сказаться на ваших отношениях. И так, кстати, почему не очень идеально. Вот. Поэтому, если вы дорожите подругой, как вы говорите, то, наверное, делать конкретно. Вот делать конкретно. Так не стоит. Если пропадать, то только потому, что вам общаться, ну, общаться больше не хочется. Останавливать то, что человек не дорог, то я боюсь пожалеть об этом. Ну, смотрите, как ни парадоксально, вообще это очень разные вещи. Очень разные вещи. То, что вам человек дорог, и то, что вы боитесь об этом пожалеть. То есть, давайте подумаем. Если человек вам дорог, то как? Как вы понимаете? Как вы понимаете, что он вам дорог? Если он вам дорог. И если вы боитесь пожалеть о том, что вы делаете, например, то опять же, о чем конкретно вы боитесь пожалеть. Вот. Дальше. Вдруг она и вовсе не проявит инициативу. Ну, опять же, это очень похоже на ваш страх и на то, что вы в ней нуждаетесь. Вообще, людям довольно, довольно свойственно. Путать вот эти вещи довольно свойственно людям путать нуждаемых в другом человеке. с тем, что человек дорог. То есть, есть разница, ну, на мой взгляд, да, есть разница. между тем, когда мне человек дорог, это означает, что он мне важен, он мне как бы ценен, я хочу для него что-то делать. Это один момент. Это один момент. И другой момент, это когда я в человеке нуждаюсь. это вот, это совсем другое, вообще, ну, вообще говоря, это совсем разные вещи, понимаете, да? Поэтому, вот мне кажется, что вы путаете как раз эти две вещи, вы путаете как раз эти два момента. не разграничиваете, не разграничиваете, не разграничиваете их, по крайней мере. А это надо бы делать для того, чтобы, ну, как минимум не обманываться. Да, чтобы не обманываться в своих чувствах, по отношению к, ну, к партнеру. Потому что ситуации, ну, ситуации бывают разными, да? Вот, ситуации бывают разными, моменты бывают разными. Люди бывают разные, обстоятельства бывают разными. Вот, и, на мой взгляд, вот это нужно как-то, ну, что называется, учитывать, вот, то есть, ну, нужно учитывать эти аспекты. Если этого не делать, вот, что вы будете вот в таком замкнутом кругу, по сути, находиться, да, и ничего, ничего, как бы, ничего хорошего не будет, не будет. Дальше. Так и расстанемся навсегда. Ну, кто знает, может быть, вы уже расстались, судя по вашему описанию. Тут же вопрос в том, что между вами общего. Если общего между вами ничего не осталось, осталось только память, то, по сути, вы расстались. Какими-то приливами общаемся, когда она в хорошем настроении, то единодушие полное? Нет, ну, то, что, когда у нее хорошее настроение, у вас единодушие полное, смотрите, во-первых, что такое? Что такое единодушие? Единодушие, это вообще очень похоже на слияние. Вот. То есть очень похоже на то, что вот под единодушием, да, вы понимаете, слияние. Ну, вот. Такое, ну, как бы, психоэмоциональное слияние. Конечно, конечно же. Вот. И как бы слияние эта штука крайне не полезная для человека, скажем, прямо. С другой стороны, с другой стороны, если вы говорите, что когда у нее хорошее настроение, то у вас полное единодушие, например, то здесь, как мне кажется, история про то, что вы-то просто другой. И ее не принимаете. Вы не принимаете ее другой, когда у нее, например, не очень хорошее настроение. То есть вам, грубо говоря, нужно, чтобы она была вот в определенном настроении, скажем так. Вот. И тогда, типа, все будет хорошее. Ну, все будет хорошо. Ну, для вас, по крайней мере. Ну, вот. Стука в том, что человек бывает разным. Стука в том, что люди бывают разными. Находятся, так скажем, в состояниях. Вот. И если вы ждете, например, что подруга будет только в одном настроении, да? Вот. Что, опять же, момент заключается в том, на что будет похоже ваше общение. Тогда. Сейчас у нее повышенная занятость, почти не видимся. Обидно, что коллеги ее знают больше на всей этой жизни, чем я. Тут вы не чувствуете себя значимыми, не чувствуете себя важными. И данную потребность, как мне кажется, вы пытаетесь реализовать через свою подругу. Вот. Ну, опять же, это зависимость. К сожалению, нравится вам это или нет, это зависимость. И не делает она привлекательной ни вас в глазах, подруги. И, в общем-то, наоборот. Дальше. Постоянно рассказывают про одну молодую особу, которая сейчас ее коллега, от которой меня воротит. Ну, это ревность, похоже. Уже думаю, что меня заменили. Ну, да, это ревность. Постоянно, что она была заинтересована в нашем общении. Звонила, фотки отправляла первое, чем-то угощала. Она сама же отвела исключительную роль в своей жизни и выделила. Ну, смотрите, все меняется. То, что вы не готовы, ну, оказались. То, что вы оказались не готовы к переменам. Скажем так, да. Это особенность вашего, я бы сказал, больше восприятия реальности, нежели чем подруги. Вот. Поэтому, то, что вы говорите, что вот меня заменили, это очень похоже на то, что вы, ну, чувствуете себя так. Чувствуете себя вот таким образом. Вас могут заменить и все, и я останусь, грубо говоря, не удел. Вот. Останусь, грубо говоря, не при делах. Вот. Ну, опять же, это история о том, да, хотите ли вы, чтобы так было. Потому что, чтобы так было, совершенно не обязательно. То есть, совершенно не обязательно, чтобы так было. Может быть и по-другому. Но для этого, конечно, вам нужно работать над своей самооценкой. В первую очередь. Вот. И как-то увидеть и понять, увидеть точнее, и заметить, что вы находитесь вот. Ну, в зависимости. От. От. Ну, от подруги. И, хорошая новость. Заключается в том, что вы можете это изменить. То это ва... Ну, значит, это в ваших силах. В ваших силах это изменить. В ваших силах сделать так, чтобы этого не было. Это всё в ваших силах. Но только ваши. Психолог, да, может помочь. Здесь. Дальше. Я прониклась. Что значит? Что значит? Вы проникли. Что это значит? Теперь я осталась привязанной к ней, а ей как будто не надо ничего и недорого. Ну так, а привязанной за счёт чего? За счёт чего вы привязаны к ней? Сейчас, если увидимся, то какие-то моменты узнаю, но далеко не первый. Влече обижаются. Ну, потому что вы не на первом месте. То есть это проблема самооценки. А я думаю, что вот здесь можно было бы уже спросить, в принципе, вас. Относительно того, а как обстоят дела с вашей жизнью. То есть, вот, интересуетесь ли вы своей жизнью? Насколько полной жизнью вы живёте? Насколько полной жизнью вы живёте? Вот. Живёте ли вы полной жизнью? Вообще. Чувствуете ли вы себя реализованный? Чувствуете ли вы, что раскрываете свой потенциал? Чувствуете ли вы, что идёте по жизни своим путём? Или нет? Вот. Потому что, опять же, если нет, то это, в принципе, всё объясняет. Это объясняет то, почему вы так реагируете на подругу. Это объясняет то, почему вы так относитесь к, ну, вот, к тому, что подруга ваша там, грубо говоря, делаем, да, и так далее. То есть, ваша задача – это увидеть. Ваша задача – это заметить. И начинать корректировать. Дальше. Так, начинают что-то спрашивать, потом жалеют, так как иногда интонация при ответах, от которых хочется сбежать. Ну, опять же, вот цель какая? Цель того, что вы спрашиваете. То есть, понимаете, как бы спросить, что-то спросить. Неплохо. Ну, неплохо, неплохо что-то спрашивать. Неплохо что-то спрашивать. В общем, нормально что-то спрашивать. Вопрос в том, для чего вы спрашиваете. Если вам на самом деле интересно, чем человек живёт, как человек живёт, это оно. Если вы на самом деле этим интересуетесь. Но если вы спрашиваете человека, как он ради другого, если вы… если вы спрашиваете человека, как он живёт, ну, ради, ради Павла и для Павла. Ну, чтобы как-то почувствовать себя. Да? Ну, каким-то образом почувствовать себя. Тут совсем другая история уже. И, конечно, в этом случае вас будет волноваться и её ответ. Вас будет волноваться и её интонация. Вас будет волноваться и то, как она реагирует на ваш вопрос и так далее. То есть, вы здесь через вопрос, как мне думаете, несколько другое транслируете. Задавая вопрос, вы хотите почувствовать, что вы важны. Ну, на мой взгляд. Вот. Но подруге этого вы не говорите. Вероятно. Вероятно, вы и себе как-то вот в этом не особенно признаёте. Что было бы, кстати, неплохо. Если бы вы себе признали себя. Так что пока ситуация вот такая. Довольно, я бы сказал, специфичная ситуация. Дальше. Можно сказать, зачем тебе, наверное, это ревность с моей стороны. Да, это ревность. А ревность откуда бороться? И страх одиночества, неуверенность в себе. И эксклюзивности человека. Я приглашал её недавно пару раз в гости. Что не складывается. В кино тоже занято. А для чего вы приглашали её в кино? Когда меня зовёт куда-то, я иду. Хоть и желания особо нет. Но кто-то должен идти на компромисс. Иначе, думаю, совсем видеться не будем. А если другому человеку это не надо? Да? Ну вот, не надо другому человеку это. Зачем бы это, зачем бы это вам? Ну вот, если, грубо говоря, да, если всё, всё, вот, как-то видится на вас. Ну, условно. То зачем? То есть, ну, зачем, ради, ради кого, для кого это тогда? Понимаете, какая штука-то? То есть, вы сами здесь как-будто берёте на себя большую ответственность и за себя и за подругу, за отношения в целом. Вот. И тащить этот грудь одна. Вот. Ну, тащить-то вы, конечно, его можете, грудь я имею в виду. Вот. А как бы цена? Какая цена у этого? Ну, на мой взгляд, эта цена довольно, довольно большая, довольно высокая цена. Вот. Не знаю, устраивает ли вас это или нет, такой момент. Мне лично кажется, что, судя по тому, что вы пишете, вас не устраивает. Но вы ждёте от, вы ждёте от подруги, ну, перемен каких-то, что она изменится вот прям сейчас. Ну, 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 например. Она, она всё не меняется как-то. Вот. Как-то не меняется и не меняется и не меняется и не меняется. На самом деле здесь всё очень просто. у вас она одна у неё кроме вас кроме вас есть другие ну другие ну другие люди с которыми она общается у нее есть выбор у вас нет так мне не хватает общения с ней а живым именно в общении вам не хватает до этого мы хотя бы пару раз мы куда-то выходили театр-кафе после ее после последних отказов во мне инициатива угасает и купится обида правильно потому что потребность есть она не удовлетворяется вот и соответственно это превращается в обиду вчера вечером она меня обидела словом о чем я ей позже сообщил реакция была как будто я тут выдумал нечем заняться ну вас как будто бы не так-то тяжело обидеть вот обиды это вообще детское состояние это попытка переложить ответственность то есть мне что-то неприятно я говорю о мне что-то неприятно это ты виноват это ты виноват что мне что-то неприятно это твоя вина что я испытываю вот такие чувства это попытка продолжить ответственность вот и на мой взгляд ламбер с этим поработать чтобы не то чтобы прямо меньше обижаться а чтобы легче проживать и конечно вы молодец рассказали об этом попруге вот но тем не менее с какими мыслями вы об этом говорить то есть какие у вас ожидания если мне все таки прямо с ней поговорить и вы все равно копится на душе или только я все разрушу ну смотрите ситуация здесь следующая на мой взгляд вы ничего не разрушите сами по себе потому что ну помимо вас помимо вас в отношениях еще присутствует другой человек поэтому вы сами разрушить ничего не можете если человек не заинтересован в отношениях да вы скорее всего эти отношения закончите но это не означает что вы все разрушили это означает лишь только что отношения себя и жили вот ну и как вам в принципе правильно сказал мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович да что все зависит от того как вы об этом скажете то есть форма очень важна форма вот форма может быть разной и если вы выберете в качестве формы формы обвинения или так называемые тыс тыс сообщения да вот ну ничего хорошего не будет а если вы выберете я сообщения то может быть может быть какой то какой то хороший вариант на этом все я желаю вам всего самого доброго буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу в следующем году я поступил